по утрам лёша ходит завтракать уличной едой сейчас скажет мол отпускаю его чтобы втихаря поел мясо как бы не так по приходу домой он отчитывается показывает видео где и что ел и рассказывает мне ничего нет она вот на одной тележечке стоит в уголке где-то на дороге молковка такое блюдо стоит 20 тысяч но это дорогое то что он взял стоит 15 тысяч вот и вот еще колбаску она ему резет она сначала положила одну клёцку мне и потом вспомнила видимо на эксайтинге что она кому-то задолжала на тебя белого увидела у нее сразу второе дыхание открылось вот она стала улыбается до стала накладывать сразу своему клиенту который ждет ждал уже на байке ему она делала просто рисовые клёцки и политые маслом посыпанные перцем сухими креветочками и туда же она добавляет порезанные кусочки мяса на их режет ножницами прямо в тарелку я думал что это мне начал возбухать мне сказали расслабься не расслабиться это клёцки внутри клёцок бобы перемолотая паста такая с бобов очень вкусно поливаешь сверху рыбным соусом с перцем все это уже с лучком с маслицем там у меня заправлено все это дело на улице потому что больше негде там сесть негде надо стоим да естественно я же говорю все бы он туда это не и уже хочу быть обогнали не хочу и вот так вот сухарики они промачиваются в этом соусе в этом маслице и рыбным соусе с перцем и становятся такими очень и хрустящими и сочными одновременно сверху она дает соус которым это дело надо все будет поливать уже потом это бомбе у нее нет ни стола ничего просто тележка берешь клёцку она такая очень мягкая ты ее берешь вот так раскусываешь а внутри я люблю такую а внутри там вкусняшка паста из ферментированных может быть бобов или еще каких-то пельмешки по-вьетнамски пока они не как тесто обычная как жевачка такие потому что они известного тесто из тапиоки я по утрам хожу здесь перед завтраком чтобы взять себе фруктов кофейку свалить это по зажористее захотелось там бананчиков авокадо сейчас посмотрим что продают вот он сейчас мамой поедет дальше хороший такой иночек небольшой совсем но в принципе все есть фруктики калабананчик не знаю муинен муинен а бананы хорошие бабульки порвали мне бананы такие смешнульки это прикольно когда какое-то время живешь в городе уже знаешь где какие фишечки где что продают в час я иду и тут за поворотом кокосы продавать по десятке яичком что-ли яичками да hello is it like a banh mi ну прикольно такого я еще не видала и тут у него в бедре денежки лежат маслица маргарин они не на масле на маргарине все делают тут на каждом углу какая-то приколюха какая-то своя еда и но это классно утром вышел захотел этой еды взял захотел то еды взял ну я хочу только фруктов вот здесь продают разного вида молочко молочко и рисовые клетки вот такая бутылочка кунжутного молока стоит всего 10 тысяч донгов то есть это меньше чем полдоллара оно еще даже горячее свеже надоеное это просто кайф в дом находится школа поэтому по утрам здесь ошивается очень много вот таких пионеров юных их родители привозят прямо к школе и тут же всякие лавочки с едой и прямо здесь они завтракают видимо предкам не охота им там что-то готовить и они подъезжают и здесь готовят так чё тут у нас здесь у нас какая-то каша что ли рисовая да это она им ресец накладывается всякими примочками типа там мясо не знаю какая-то стружка и даже есть вот такая полудохлая ролина прикольно да очень очень интересно ребят какой интересно это класс это не все стоят ждут заправиться и за знаниями вот кстати школа да да ребята вам не показалось пионеры юные головы сами знаете какие пионерской организации имени хашимина была основана во вьетнаме в 1941 году вслед за большим братом ссср и до сих пор жива а действующая партия во вьетнаме кстати коммунистическая во вьетнаме школа троны завтракают заправляются всякими там дошираками рисиком в принципе как все как у взрослых готовится к взрослой жизни нормально так целая целая кафешка школьников привет чувак вот тут тесточка банишка за десятку всего это как это даже не банишка это сосиска с тестом ну как видите здесь ажиотажа не наблюдается так что даже дети предпочитают рисец по утрам присед дошик но точно не сосиску в тесте тут тоже раздача каких-то какой-то еды тоже весь встать а поскольку так нужно тоже что-то рисовая тоже весь тоже весь со всякими острыми штучками привет рис кушаю и вот у них у всех такой холодный зеленый чай прямо в огромных баклажках они наливают как хотят да прикольно я утром пила чай ела кусок черного хлеба и чесала на работу у меня не было таких шикарных питательных завтраков короче здесь школьников не кормят внутри столовых и они кормятся outside ну то есть что они успели в кафешке там перехватить и они уже все идут на учебу либо с контейнерами либо поевшие хорошенько так в общем как я делаю вьетнамский кофе это у меня такая конструкция из алюминия она стоит там вообще копейки не знаю рублей 20-30 наверно потом сюда на спайл кофе-йолк вьетнамский сосны знаю что надо больше но я не могу слишком крепкий тоже пить ну ладно еще чуть-чуть закрываем крышечкой вот она конструкция вот это в принципе мой завтрак кофе-йолк фруктики манга лукума и чипсы из джекпрода я реально как будто чищу зубы унитазу открываем нашу ротик короче девочки был такой прикол когда мы с мамой жили несколько месяцев вместе мы как-то с ней разосрались и она заставила меня зубной щеткой чистить душевую кабину здесь мы поселились в Вьетнаме у нас в этой квартире нет ёршиков но здесь очень хорошо все смывается потому что есть клинический пистолет но все равно оседает налет от воды и я решила что старая зубная щетка еще не должна нам послужить в общем я чищу унитазу зубной щеткой в принципе вообще неплохо справляться я ее потом выкину я не буду ей дальше чистить зубы то я знаю сейчас напишу вот короче лайфхар девочки ну это вряд ли кто-то им воспользуется ну просто вы мне говорите снимать все мы снимаем все в следующий раз Леша заставлю чистить часто вьетнамцы возят своих собачек ой hello sorry so cute so cute привет 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 hey so cute они часто возят своих собачек ну буду Леша тогда снимать в корзиночках, на велосипедах, на байках почему-то только твой нос влез собачки такие спокойные сидят себе никто не пытается самоубиться выскочив на дорогу я ездила на работу и на велосипеде в рюкзак на спину сажала собачку тяпу собачку сестры и она оттуда из рюкзака выглядывала на всех это было очень смешно ребят смотрите какой лайфхак придумали здесь тряпочки для пола нам нужна тряпочка продаются там по 41 тысячи донгов за эти же деньги рублей за 120 мы купим в секрете новую футболку а старую сделаем кинем в тряпочки это все что нужно знать о перепроизводстве всякого шмотья просто огромные тяки со шмотками они уже в магазин не помещаются что еще сказать не знаю это вместо половой тряпочки по цене половой тряпки даже дешевле получилось кружусь мне нравится я теперь похожа на типозника ну Леша говоришь ты все равно красивая не знаю что из этого потока бреда вырвется потом в итоге в шор ну что надо вырвется а кстати помните я сказала что вот эту вот куплю по цене тряпочки значит тряпочка будет моя какая-нибудь из предыдущих вещей которые больше не хочу носить или которые мне не нравятся футболка я ее не ношу она мне досталась бесплатно просто ее оставили мне жильцы предыдущей квартиры куда мы заехали прощай прощай так же как я стирала я буду и полу так же будет ну ладно может и руками подумай я поехала если в доме я ждал что я шутила то нет конечно вечером мы с Лехой ходим гулять на набережную обожаем наблюдать за вьетнамцами такие они непоседливые любители физры и яичек про яички чуть позже ну бабулька вообще посмотри где инфодренаж топовая бабка топовая бабка вообще молодец молодчина и смотри как у нее все гнется какая она гибкая в разные стороны позвоночник туда-сюда да бабуси во Вьетнаме молодцы конечно они все такие поджарые молодое поколение уже не то уже совсем не то вот ребята тут рубятся вообще у них игры какие-то спортивные шикарные это какая-то игра интересная надо посмотреть что там а это типа шашки что-то неправильно пошел со зрителями если представить что эти два пацаненка мы с Лехой то бабушка Лерри это наши подписчики которые пытаются нас накормить протеином и там все очень любят кушать везде где они находятся видел яички едят ням ням маленькие яички это яйца были ну я же не смотрел яички нам надо уходить ясно 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 ясно